Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает тенцов своих под крылья, и вы не захотели. Иерусалим, эти слова, запечатленные в Евангелии, прошли двухтысячелетний период. И слова Христа относятся к каждому государству, к каждому городу, деревне, семье и каждой душе. Его задача собрать растеянное. Он, я говорю, для этого и пришел. Чтобы разрушить дела дьявола, вырвать вас из плена и даровать жизнь вечную. И Господь восписает, о Иерусалим, если бы ты в этот день познал, что служит к миру твоему, они не поняли этого. И растянулось это непонимание у евреев на две тысячи лет. И если продолжится еще время, это кончится невиданной в мире катастрофой для этого народа. Евреи называют катастрофой гонения Гитлера. Великая катастрофа. Действительно, потеря для такой маленькой нации, как они говорят, четырех, пяти миллионов, но даже одного миллиона, это слишком много. Это потеря почти невосполнимая для нации. Но Бог силен. Но и это не послужило им нужным уроком. Они собрались воедино. Как будто бы под руководством своих учителей. Но задача перед ними стоит, чисто сатанинская. Воцарить Мессию, который придет, не пришел. И он придет. И Христос говорит, иной придет. Во имя свое, и его вы примете. Конечно, с позиции вечности так рассматривает. Но уже у Бога все разнаряжено. Да за что же меня тут осудить, как Павел говорит? Да, действительно, рассуждать как будто и нечем. У него такая роль, у этого еврейского народа. И однако каждому Бог дал свободу. Выбор. Направление. Какое ты хочешь, такое и сделаешь. И я посылаю. Да ладно бы они просто не стали слушать. Они побивают. Сегодня открываются данные такие, что инициировано, то есть побуждено Нероновское движение. И других царей, Диоклетиана, против христиан было евреями. Как правило, еврейки являются женами очень знатных людей, как царица была у Атсарксерса Испирь. Чем это вызвано, не знаю. Вот новый президент избран Медведев. Жена, говорит, еврейка. У Ельцина еврейка. У Молотова еврейка. И по порядку перечисляет. Ну, значит, чем-то непривлекательны эти женщины. Значит, и по указу же их. Но у них задача есть. Задание есть. И куда попало, она не пойдет. У русских этого нет. Она может из княжеского рода и за раба, за холопа выйти. У евреев самого низкого уровня еврейка, она знает, у нее есть великое назначение. Продвижение нации вперед. А еврейка, она может очень многих на свой путь наставить. Сегодня нам Господь говорит, что посланные во весь мир. И они посланы к нам, эти посланники Христову. А узнали мы их или нет? Они не узнали. А мы? Самое главное, мы-то узнали или нет? Радио слушать? Да это радио не наше, это не православное. Брошюра пришла какая? А это посланники Божии. Да она не наша, ее издали какая-то секция. Вот раздают на улицах, в дома приходят так называемые свидетели Иеговы. Я их называю лжесвидетели под именем Иеговы. Но в их брошюрах очень много полезного. У тебя что, навыка нет к развлечению добра и зла? Ну смотри, о чем там говорится, ты и выбирай. А у журналов баптистки были братский вестник, или у отделенных баптистов вестник истины. Да нет, целиком на Евангелие построено. Нам нельзя считать. Это как у старообрядцев. Библию считать нельзя, потому что она переведена неправильно. Правильно или неправильно переведена, может сказать только тот человек, который знает, как родной язык древнееврейский и греческий древний язык. И тогда он может сравнивать. А с чем ты сравнил? И как ты мог узнать, что не так? Когда оригинала, то у тебя нет в голове. Сравнивать-то не с чем. А свое не перевели, 350 лет пришло, и Евангелие так и не перевели старообрядцы. А готовое, переведенное, сенатальное, они ни разу не переиздали. Это просто я как пример показываю, как можно относиться к посланникам. И что эти посланные? Посланные пошли возбудить, что Господь пришел собрать. Я вопрос просто ставлю. А куда он их хотел собрать, евреев? А в это время-то еще рассеяния не было. Чего их собирать-то? Они жили в своей стране. Вы понимаете, смысл, когда задумаешься, заложен какой. И русский народ, это речь идет не об эмиграции. Давайте объединимся. Церковь одна у нас будет. Мы будем сильные. Как мне сотрудник КГБ звонил, полковник, перед объединением. Знаете, это как хорошо. Уже тогда мы будем кулаком бить католиков, а не растопыренными пальцами. Он так с позиции своей рассуждает. Да Христос-то пришел не для того, чтобы нам растопыренными пальцами или кулаком бить, а чтобы руки по швам перед Христом и пальцы приложить к колбу, к крестному знамению. Вот для чего Он пришел. Чтобы поверили мы в распятого и воскресшего. Он пришел собрать воедино вокруг Него, чтобы Его мысли, Его желания, чувствования вошли в нас. Он пришел в нас, и только тогда будет едино. Нас должно меньше всего интересовать, как там люди относятся. Вот что-то я имею, кто-то что-то сказал. Тебя должно одно интересовать. Как относится к тебе Христос. Не люди. Люди могут ошибаться, самое хорошее. Тот, кто тебя хвалит, рядом, мать родная может ошибаться, не в ту сторону толкать. Совет может дать неправильно, не помолившись. Мы знаем, весь Израиль неоднократно ошибался. И священники ошибались. Да и здорово ошибались. Христос говорит, дом ваш пуст. А первосвященник раздирает одежду. Какое еще свидетельство? Видите, они как жестоко ошиблись. А собраться вокруг Христа. В третьей книге Езры мы читаем. Я хотел собрать вас, как курица собирает цыпляк. Не птица, просто курица называется. А уж курица-то мы видели, как она делается, пушистая такая. И все под нее залезут, и им там тепло. Как хорошо быть Господом. Как хорошо иметь на душе мир и покой. Если человек на кого-то обижается, да не один день, когда написано до захода солнце. Солнце, пусть горизонта не коснется. Во гневе вашем. Потому что многие ночи златоут, говорит, легли, не встали. Это тогда было. А сейчас еще больше. Мы отравлены разными пестицидами, модифицированными продуктами. У нас все напряженно в организме-то. А это день, два, год проходит. Год. Как местный архиерея отца Павла. Четыре года прощения просит, он на нее не прощает. И ничего не сделал. Не изменил вере. Во святой Троице это не просто злопомнение, а сатанинское злопомнение. И я бы под него руку пошел. Да чего же я пойду-то, когда такая злоба. Он пишет, пишет одно за другим, приходит, он его не принимает, выдавливает. А священникам только дай. Они улюлюкают, давят его, из алтаря выгоняют. А то что мимо идет? Это все в архиерейский счет пойдет на небе. Скольких он отравил этим злопомнением. Да он его пошел сегодня, обнял бы. Ну прости, я у тебя отнял, то другое снял рясу. Ну ты проси, а он сказал бы в ответ, да мне это на пользу. Я в это время машины водил, на стройке работал, маленько живот у меня уменьшился. Ему еще сказать-то. Я не буду так надменно с бабками себя видеть. За это время я многое узнал, но он выстоял. Поэтому в этот день я хотел сказать о нашем близкознакомом. Я не постыжусь назвать его другом отца Павла. Помолиться, потому что у него придержит встреча. И он посылает письмо Евтихию. Готовится сейчас. Они придумали так. Раньше было за штат. Желает он, когда это был на Фонаре, теперь он судник, как Николай. Написал, Антоний написал, он ушел. А сейчас не так. Пусть сначала оттуда сделает запрос, кому ты идешь. А как советские органы сделают? Полностью все на партийный учет поставить. Они полностью переняли. Он не может уйти. Он ему не дает разрешения, не отпускает. Он его, ну зависла программа, висит. И ничего не сделаешь. И не знаешь, на какой эскепт нажимать. Как его сбросить? А и день прощенный. А Господь желает нас собрать воедино. Не под епископом, не под патриархом, а с нашим Христом. А об этом-то меньше всего будет разговор. Я повторяю, говорить надо прости ради Христа, не по-старообрядчески. У них на каждом шагу прости Христа ради, 40 раз на дню. А 300 лет, 350 Икона и Алексея Михайловича просить не могут. А это не Иконьяни, они разделились. Ну какое тебе дело до этого-то? Икон может быть давно уже в раю. Уже давно завид Христа. Он умер с покаянием. И об вакуум. Они может там обнялись, плачут вместе. Что мы тут натворили? Это разделили людей пополам русское государство. Да надо ли это было? Как ныне канонизированный Щичаеву Серафим, митрополит. Он говорит, если на небе все видят они, то Иоанн Кронштадтский плащет горькими слезами, дал какой соблазн этой общей исповеди. Ему-то открыто было. А потом-то не открыто. Он махнул Петрохилю, все, подходите. Он всех просил. Исповедь-то исчезла, это общая называется там. И это написано в книге священнослужителей, они напечатали. Что он подал величайший соблазн. И уже сто лет после Иоанна Кронштадтского попы не хотят исповедовать людей. А исповедовать это в отдельной комнате, спросить и узнать, может на дом сходить надо со своей Петрохилю-то. Собрать воедино круг Христа. И тогда мы будем едины, как ягодки на виноградной лозе. Тогда мы едины и во Христе. Я повторяю, 45 лет уже, мне мало важно, что ты обо мне говоришь. У меня жена была где-то там, и каждый раз говорит, а там стали говорить против, а я сказал, а заступалась. Я всех прошу, никогда за меня не заступайтесь. Мне это полезно. Я просто прошу вас, вы заступаетесь за истину. Вот ты открой это место и покажи, вот это истина докажет. А за меня не надо, я потому что со всех салон могу быть виноват. Зачем это мне нужно? Мне на авторитет это не надо, я на самом низу пирамиды нахожусь. Я не на счастье никакой. Но я желаю, чтобы люди познали Христа, собрали свои едины. И тогда мы будем едины. Даже если ты меня поносил, даже клеветал, даже обокрал, и тогда мы сделаемся друзьями, если ты покажешься. Друзьями в один час сделаемся с тобой. У меня нет врагов. То есть они есть, а я на них ничего не имею. Я сегодня даже подойду. Ты сейчас бы сказал мне, я тебя прощаю, там кто-то враг. Я бы там сейчас же побежал, а кто-то, узнать его. А почему он имел что-то? И кто это и знает, или вы имеете, подойдите ко мне, скажите. Ну обоснуйте это, а не просто, а я тебе говорю, а ты никогда не каешься. Ну что же буду каяться, пятиться, когда у меня у тебя ничего в руках нету? Кому-то что-то сказал, а мне под язык не надо залазить. Третье, чем язык развязать перед вами, я дома выпрашиваю у Бога, чтобы он убрал эти узелки, чтобы он мне под язык положил вот это слово свое. Только живущие рядом знают, по сколько часов я провожу с Библией. И почему бы я должен пятиться перед тобой был? Выслом друг друга. Я согласен беседовать при любой аудитории. Записывайте, никому не запрещаем. Но ты докажи, что ты прав. Меня обвиняют мусульмане в одном, иудеи в другом, старообрядки в третьем, коммунисты в четвертом. Все недовольны мною. Ну и что из этого? Но ты со мной, понося меня, ты поносишь те слова, которые я говорил. Пророк Исаев сказал, князя Содомский и Гоморский. Я это обращаю ко всем главам администрации, ко всем, кто не исполняет волю Божию. Содом устроили из страны, из России. Пророк Иезекииль 22, 21 говорит, соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего и расплавитесь среди него. Вот для чего Бог собирает. Бога и Магову соберет, приведет к горам Израилевым и всех сожжет. У меня близкий, знакомый, глубоко верующий, имеющий восемь сыновей, и все служат в армии. Он только одно наказывал им сыновья. Что будет, как я не знаю. Только в Израиль не ходите. Победа там нам нестит, русским. Там будут только головешки. И пойдет огонь с неба, и пожрет войска Гога и Магога. В Израиль убеждайте детей не ходить. А нам-то, христианам, об этом ли говорить? Даже если она из милиции, допустим, в прокуратуре работает и носит с собой пистолет, мы должны сказать, сначала пистолет сдай, потом число оглашенных записано. Только тогда. Не раньше. Взявший меч от меча погибнет. Ведущий в плен сам пойдет в плен. Мы мирные люди. И мы должны других на это наставлять. И мы привозим пользу в этом отношении. Безопасность Родины больше, чем целые полки и дивидии. Почему? От Бога. И погибло больше от камней, падавших с неба, чем и лес погубил больше еще. Мы считаем, когда Израиль воевал, и Бог был за них. А если Бог против нас, нам не устоять? Пророк Мессия 4.6. В тот день, говорит Господь, соберу хромлище и слово куплю разобнанное. Хромлище это спотыкающиеся, неправильно понимающие. Их надо собрать в Арина, не отталкивать, а рассказать. Господь посылает кого-то. Я пошлю посланных к тебе. Хотели бы быть в числе посланных мы? Посланничество Божие исполнится. Да ты неужели не видел хромых? Вы сегодня пойдете в храм. И вы когда будете там, я прошу вас, пока не выйдете за ограду, на дорогу, ни одного слова даже шепотом не произносите. Никаких шабурчащих сумочек, ничего не берите. Наш порядок туда вместите. А когда выйдете, тогда с кем-то побеседуйте и посмотрите. Господь хромлище и желает исправить. Приглашайте и беседуйте. Может быть, кого-то и близко познакомитесь, когда-то и домой пригласите. Пророк так и говорит, что я соберу. Не ты. Ты будешь звать, а через тебя, через твой язык, поведение Господь будет собирать. Вы все-таки помните, что Бог отражает мудрость свою на лице книжника. Как вы пристанете перед людьми? Я слышал, некоторые говорят, да, действительно, говорят смело, все. А не благоговение перед словами. Треск один стоит. Ты благоговеешь перед словом Христа. Мне вот прислали, видимо, это сыганское село, которое обратилось из Америки. Я посмотрел. Я не увидел ни одного благоговейного лица. Они такие, какие были, такие все есть. Как ведут себя дети, как они, как стоят жены. Это отображается в человеке. Ваши телефоны. А? Телефоны. Узнай, кто из чего. Сафония. 3.18. В сетующих оторжественных празднествах я соберу. Потому что на них поношение. Как у нас было хорошо, мы собирались, справлялись все праздники. А вот теперь все разогнано, враги пришли. Спросите, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.